Всем привет! Вы заглянули на канал Женя Кавказ. И сегодня я хочу приготовить ребра, закоптить их. И буду показывать засол, как я делаю. Итак, начнем. Нам понадобятся ребра свиные и водичка. Получается, на литр воды 4 столовые ложки соли. Получается, у меня тут меньше пол тазика. И я поставлю, что будет 10 ложек. Теперь хорошо размешиваем, для того, чтобы соль растворилась в воде. И ложим наше мясо. В этот рассол. Все довольно просто и эффективно. И ждем, чтобы оно замариновалось. Ну, сутки надо. Друзья, для того, чтобы это мясо промариновалось, если вы хотите профессионально, то это сутки. А если в домашних условиях, то можно 2 часа. И папа тут у нас тоже придумал этот... Привет, друзья! Пока Женя будет коптить свое мясо, ребра, я буду... У нас все равно, как бы, огонь, говорит, на казане. И получается одновременно и коптится, и можно варить. Поэтому я придумал сделать соус картофельный. Для этого что нам нужно? Кто-то посмеется, сейчас напишет, может, комментарий, что шейки куриные, что это для собак. Да ничего подобного. Шейки куриные – это самое вкусное. Вообще, мяса там немного, но очень вкусный соус получается из этих шейков куриных. Шейки мы купили вот сейчас свежие. Я сейчас чищу ингредиенты. Мне нужна картошка. Вот она, новый урожай. Мне нужен лук, зелень. Зелень, конечно, будет вот там уже, на улице. И сейчас будем... Как начнем уже готовить, мы будем вам показывать все, как это мы все будем делать. Будет соус картофельный. Картофельный с куриной шейки. И будет ребра копченые сегодня у нас. Рубрика «Готовка». Вот все то, что нам сегодня понадобится. Первое – казан. Второе – ложка и ножик. Потом три луковицы. Потом раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять картошек. Но это не важно. Ну и сама, сама, сами шеи. Все. И доска. Ну и естественно, для казана конфорка. В казане вода пьет, все забрали. Вот так. Все. Все, старышки. Да, новейшечки, новейшечки. Их же вы, дровишечки. Будем сейчас этот... Сначала мастер по копчению говорит, сначала надо соус сделать. Потому что такие дрова для копчения не подойдут, он говорит. Ну и на этом прав, потому что каждый знает свое дело. Сейчас сделаем сок. А потом... Мастер по... Спички. Смотрите продолжение в следующей серии. Не перестаю восхищаться коптильный мангал, вообще красотища, то есть люблю я это делаю и готовлю, допустим, картошка почищена, мучок почищен, зелень есть, это есть. Процесс приготовления покажут. Ну что, разожгли костер, казан, набрали водичку, в первую очередь идет помытое село, это шеечки. И пускаем их потихоньку. Шейки закипят, и можно пить картофель. Немного не надо, чтобы не водить. Ну, в смысле, как закипят? Ну, минут, покипят еще минут пять. Закипел, допустим, еще минут пять оставили. Покипели, вот так скажем. И кладем на пустую картошку. Покипели, вот так вот, достаточно. Покипели. Все работает. Замот пошел. Ну что, тем временем и пока все готовится. Нам надо же воску попить нашу местную. Хотя у нас сейчас не жарко. Вчера было жарко, сегодня нормально. С утра, вчера ночью начался чуть-чуть дождь, а с утра был прямо такой хороший дождь. Лил такой прямо по речке, реки текли по улицам. Ну что, давайте выпьем классы. Оператор, бери. Угу. Уже солнышко светит. Прямо над нашим домом. Ну, город у нас все-таки был. Маленький, но был. Смотрите, вот точки вот эти. Видны. Я думаю, вам видно было. Идем к бате. Чего нового? Ничего, вот тут завод работает хорошо. Так, у нас тут еще мини спортзал. Раскакалка. Раскакалка. Ну, я с кашалкой и ванты. Для этого две штуки, но вот мы делаем одну. Допустим, у меня она как бы одна вот хватает. Сколько сможет сделать? Тем временем, на заднем фоне все работает. Кипит. Все кипит. Все работает. Ну, вообще сколько здесь? Ну, 20 раз я смогу спокойно. 20 раз. Оператор. Давай сниму оператор. О, оператор тут сидит, закатно стоит. Оператор, смотрите. 2, 3. Ну, неправильно делать, конечно. Как тяжело. А ты так получил. Молодец, оставь. Давайте подойдем, посмотрим, что у нас на нашем... Скоро уже начнет закипать. Уже хорошо. Картошечки готовы. Петрушка готова. Лучок готов. Тут Женя хочет еще обожарить филе для салата для Цезаря. Все вам покажу. Все он расскажет, что покажет, говорит. Плюс еще у него коптится. То есть сейчас... Будет коптится. Будет коптится, да, все на ребрышке еще. Сейчас через два. Поэтому будьте с нами, не переключайтесь. Ставьте пальцы вверх. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Жмите колорольчик. Будьте с нами. Да, давайте посмотрим, что у нас тем временем. Коптильный. Смотрите. Уже работает. О, красота какая-то. Возьмите свой аппаратик. Я попью, наверное, еще квас. Напишите в комментариях, разрешаете ли ему попить кваску. Да, да. Да. Мы квас не рекламируем. Видите, мы этикетку не показываем. Показываем. Но это не реклама. Это реклама. Все. Закипело шейки. Смотрите. Показываем стену. Мы ее аккуратно забираем. Вот так. Все. Можно вставить в крышку. И пускай минут 10 закипает. Бутылки. Кипит. Прекрасно. Надо сейчас еще чуть-чуть спермы отобрать. Чуть-чуть. И можно кинуть картошку. Едим сейчас кусочек лука для вкуса. Много не надо. И можем картошечку. Картошка на месте. Огонь прямо такой. Прямо идет. Хорошо идет. Ставим крышечку. И пускай кипит. И за минуту 20- 20. Пол часа. Быстренное включение. Шум. Показывай. Что? Кипит то, что нужно. Красота. Мясо жарим для салата, поперчили. Ставим мясо в каплину. Вот мясо уже в маринаде, вот так аккуратно на воду В общем, чтобы воды в ней не было. Отжать и поставили на металюбрышки. Сейчас засекаем времени сколько? 13-16, то есть час 16 минут. Кидаем сюда. Дровишки уже такие. Это у нас дрова фруктовая. Яблоко. Еще один, да? Особенно вот это не нужно, чтобы было. Все, чтобы разгорело. И все, закрываем, на час зафиксируем и все. Ну, в смысле, и подкидываешь по одной дровишке, чтобы... Ну, на течение часа по одной, по одной, там немного надо. Рассол, если вы помните, я в начале видео говорил, но на литр воды 4 столовые ложки соли. И вот отмираете, получается, 2 литра воды, это 8... Сейчас вот там мясо. Как ты или ищешь? Да, покажи еще раз. Ты прям призакрой там. А, да-да-да. Не, ну не слишком прям, Симе, ну ладно. Вот смотрите, у нас уже пошел дыр здесь. Ну, сейчас начнет он. Закрывай, закрывай. Вот уже идет запах такой фруктовый. Да. У нас здесь зажарка для соуса картофель. Лучок вот потихоньку, здесь перец, соль. Потихоньку зажарим. Сейчас добавим томат. Потом все это место перемешаем и поставим на огонь на огне. Еще полчаса, пускай потихоньку так кипит. То в конце зелени добавим. Лук уже прожарился. Томата добавил и готов. Я сейчас его вот так сниму. Пока временно сюда положу. Не надо чего-нибудь. Беру казан и ставлю на огонь. Обратно на огонь. И, соответственно, сюда выливаю. Поучок жареного стола. Размешиваю. Вот так хорошо. И где-то на полчасика еще вставляю. Это можно уже, в принципе, порезать и очистить. Петрушечка. 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 Вот так. Размешиваем. Петрушечка. Петрушечка. все добавлю в этот вот он потихоньку еще минут 20 будет томится томится и все соус готов для нас пока смотрите как дым идет мясо уже начало уже свое дело додавать все по плану ну все у нас все готово папа уже перри перелил ее в обычную кастрюльку уберем сейчас ее попробуем спасибо что приготовил ужин обед вот что у нас произошло с мясом за 20 минут 20 минут такой свой начинает курочка цвета перебрала ну что сказать что скажешь все хорошо идем иду я вам покажу сейчас как делать цены он пучок травы нам надо пучок травы хотел сказать пучок капусты уточнить салат салат потом жареная курочка майонез сама кастрюля куда мы это будем складывать еще сухарики берем часть отрезаем эту часть пучок откладываем 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 пучок и вот так чтобы удобнее было пучок и способом смотрим нет или нигде улито даже свежий салат с грядки и берем и так нарезаем вот так вот сразу кидываем раз раз слишком много раз так прям вот так все вот так бывает ну загрянки мало ли там вот видите плохой берем его так раз выкидываем и это тоже пишите кстати в комментариях какой вам салат нравится больше вот мне например цвета я его прям просто обожаю вот он сам по себе вот такой красивый салат у меня ну и цезарь так как он не для обычного применения только для праздника а фу у меня как праздник поэтому берем и все в кастрюлю раз 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 два раз раз будем резать все здесь тут потому что потому что потому что потому что потому что тем более вот у нас там мясо жарится мясо у нас находится в коптилке поэтому сейчас мы к нам пойдем порежем салат я вам покажу как делается и сходим к нас посмотрим на подкинем дров берем вот эти вот кругляшки накидываем так еще отправляем сразу говорю на камеру я не люблю оказываться больше снимать сниматься люблю камера не мое салат самое главное потому что из салата витамины минералы ваш организм долго не проживешь без этого поэтому салат нужен всегда особенно летом когда вы жарите штуки берете всегда вот так вот собой овощи для того чтобы укрепить своим иммунитет иммунитет и вообще вот напишите в комментариях какую тему вам еще снять вот мы сейчас снимаем тему коптилки что вам еще показать может где-то вы хотите чтобы мы побывали например там бай там архыз более час лето сейчас сезон можно принципе будет съесть нарезаем большими кусками у меня зрение хорошее видите как все увидел вот так все весь салат порезали за окном такая знаете погода не очень вообще как бы солнце как бы солнце но капает капает дождь это вообще не прикольно не прикольно не хайпово не хайпово не хайпово сейчас порежем мясо я с вами включусь ну все друзья вот я порезал все нас мы берем перекладывая сюда тарелку опять кастрюлю так вот все сделали ну что вот мы взяли сырок берем натираем через тарелку тарелку вот самую сыро сделали вот так вот через тарелку сделали теперь берем вот так вот сверху просто вот так сверху я вам сейчас покажу что получилось сейчас я вам покажу берем вот так еще вот так вот все получается видите полное полное просто и нам еще нужен будет лимон собрался бы у меня лимон лимон на канале то я вообще был бы в шоке берем сок лимона и льем 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 немного чуть-чуть а то будет кисло вполне хватит обратно берем каплю вот что получилось берем майонез и так вот и делаем 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 вот так сейчас я вам покажу берем ложку и начинаем мешать начинаем мешать 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 Субтитры сделал DimaTorzok Чуть-чуть добавляю Кусота Кусота В меру солененький Кисленький Нужно еще, кстати, соль добавить Без щепотки соли Даже две Щепотки соли Нужно размешивать Вот все, мы домешали Вот у нас получился Такой салатик Мы можем сюда Докрошить еще Еще Берем сыр Для того, чтобы он выглядел лучше Красивее Но вкуснее Неж Меш 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Тут какая красота Тут закрываем Тут открываем все Смотри какая красота Дорогой зритель Подписывайся на канал Ставь лайки И жмите колокольчики чтобы не пропускать новый видос Ну а мы Тут все течет от него Мягкое Сочное Будьте с нами Мы еще пока не отключаемся Всем привет Это у нас проба Суп Который мы приготовили Показать могу Суп Класс С Брендер Как всегда вкусный сыр сюда Потом Наше мясо копченое Кпиву самое то Я вам говорю Салат Салат вкусный Суп вкусный Короче все что здесь находится У меня даже тут есть Килька Я ее сделал Килька Потом Зеленый лук Масло Перемешал И все Готово Сыр Мне понравился Брендер Пока Пока Продолжение следует